Жить в темноте. Сегодня во всем мире отмечается Международный день слепых. По статистике в России количество незрячих и слабовидящих превышает 210 тысяч человек. Ежегодно около 45 тысяч становятся инвалидами из-за проблем со зрением. Из них более половины – дети и подростки в возрасте до 18 лет. О том, кто помогает войти в новую жизнь людям, потерявшим зрение, расскажет Наталья Дуркина. Луиза хозяинова работала на рыбокомбинате. Там же поднималась по карьерной лестнице. Однако наступили тяжелые времена, и Луиза Павловна попала под сокращение. Стали сокращение. Предприятия стали рушиться, как говорится. А мне только исполнилось 50 лет. Был такой крах, поэтому я очень сейчас переживаю, когда людей сокращать – это очень тяжело. Ну, мне повезло. Мне предложили прийти в администрацию. Там не было еще центра занятости. Просто один человек занимался. Что предложат мне работу. Я пошла. Ну, вот мне предложили. Блиц и Зосимовичу меня привели. Значит, он мне рассказал о работе своей. Ну, я так думала, как же я буду с ними работать. Ну, согласилась. В 91-м году Луиза Хозяинова отправилась получать специализацию. На месте сотрудников обучали чтению шрифта Брайля, а также основам ориентирования в пространстве. Там женщина увидела тотально слепых людей. И что интересно, там даже учились в институтах, они при этом реабилитационном центре. Чтобы они знали, что такое жизнь на лошадь. Когда ты… Ой, я сейчас не выключила свет, они говорят, да девочка, а мы ничего не видим. У нас одна темнота. Знаете, как страшно. Уже более 30-ти лет Луиза Хозяинова и Борис Бажуков обучают, помогают людям с особым недугом слепота. Они приходят к нам, некоторые не приходят. Говорят, вот идите к Борису. Ну, они уже страдают, они уже переживают. Зачем мне жизнь эта? Ну, все-таки потом, когда приходят, они становятся… Он дает толчок, что я вот не вижу, и я говорю, вот он не видит, он все абсолютно делает. И вы научитесь. Это надо сила и воля. Поэтому мы живем… Мы такие же, как все, но только сильнее. Должны перебороть. Если перебороть, значит, захотятся жить, увидят, значит, они будут нормальными людьми. Но вот молодежь, трудно переходить на это. Борис Бажуков еще до предоставления помещения для организации работал пять лет на дому. Обучал слепых новой жизни, давал надежду на будущее. Всероссийское общество слепых прошло долгий путь становления. И вот уже в этом году они отмечают 80-летний юбилей. Очень было много разных случаев, где что-то тяжелые годы были. Мы выжили, дай Богу, значит, нашим руководителям. У нас их много поменялось. Все по своей мере, все помогали. Ну, в данный момент тоже администрация нам помогает. Нефтяная компания «Ненецкая» нам помогает. Огромное ей спасибо. Ну и мы сами как по себе проявляем активность. Наш актив совместно, вот, со мной. Ну вот, решаем проблему. Живем, значит, так сказать, много со временем. У нас уже создан хороший реабилитационный центр. Людей, столкнувшиеся с потерей зрения в организации, обучают владению последними средствами массовой информации, а также пользоваться гаджетами. Сейчас вот этот телефон у меня вот лежит. Я вот за эти вот эти три дня, я установил все программы, все. А потом уже мы в понедельник с ним созвонимся, и чисто индивидуально он опять так же к нам придет. Ну вот, мы не собираемся, что у нас там много человек. Он один, и я ему настрою полностью уже на 50 пальцев, и он уже будет в полноправном режиме работать. Однако есть и пожелания. На время отпуска основного врача-окулиста на замену приходит другой, но не на полный рабочий день, отчего многие незрячие и слабовидящие не могут попасть на прием. Конечно, это доставляет огромное неудобство. А у нас такие проблемы, вот сейчас недавно случай был. У инвалида давление глазное более 50, а нормальное давление не больше 20. Он же может глаз потерять полностью. Один уже потерян. Один уже потерян, считаешь, что уже почти на удаление пойдет сейчас. И вот он раз, а Марины нет. Пошел в платную. А там посмотрели, говорят, срочно капли, и через неделю придешь, и что, срочно в Архангельск надо ехать. А кто будет оформлять? А кто будет оформлять? Вот эти вопросы мы будем поднимать. В данный момент в обществе слепых 109 человек. Они размещаются в двухкомнатном помещении. Там же находится библиотека, столы для шахматистов. Конечно, места не так много, как хотелось бы, признается Борис. Однако и это пространство используется по максимуму.